Технологичка, как ее называют в народе, для воскресенцев нередко становится палочкой-выручалочкой, когда железнодорожный переезд закрыт, а необходимо попасть в такие микрорайоны, как Лопатинский рудник, Ценгигант или Москворецкий. Но состояние полотна оставляет желать лучшего. Надо заметить, что эта дорога является технологической дорогой и предназначена исключительно для производственных интересов предприятия, но при всем при этом не препятствуем использованию сторонними автовладельцами этой дороги. Количество передвигающихся по дорогам владельцев сторонних превышает то количество, которое транспорт применяется в МОУ. И это является основной причиной неудовлетворительности состояния этих дорог. Разговоры о полномасштабном ремонте дороги идут давно, но стоимость работ для одного предприятия слишком обременительна, учитывая, что дорогой пользуется весь район, в том числе и соседние промышленные предприятия. Предварительная сумма затрат на ремонт дорожного покрытия составляет около 20 миллионов рублей. Даже для такого крупного предприятия, как МОУ, это является серьезной суммой. Несмотря на это, принято решение провести обследование и приступить к ремонту этого покрытия дорог в определенном, скажем так, частичном варианте. Частичный в данном случае не полумера, речь о разделении ответственности. На закрытом совещании в администрации района представители предприятий «Воскресенские минеральные удобрения» и «Волма-Воскресенский фрегат» обсудили возможность совместного ремонта технологички. Мы постараемся до конца мая определиться по формату ремонта, по участию каждого предприятия и уже заключить необходимые договоры для того, чтобы в июне активным образом приступить к ремонту технологической дороги. Ремонт будет проходить в два этапа. Первый участок – от проходной химкомбината номер 6 до путепровода. Второй – от путепровода до круговой развязки. Мы сегодня говорим о полномасштабном ремонте. То есть это там, где есть асфальт, это полностью снятие слоя асфальта и выкладывание нового слоя. Там, где у нас за путепроводом идет бетонная дорога, там мы также делаем ремонт бетонного основания и покрываем бетонное основание асфальтом. То есть это полномасштабный ремонт, он достаточно дорогой, но тем не менее мы говорим именно о качественном выполнении работ для того, чтобы действительно эта дорога была нормативного содержания и пользования. Также обсуждалась возможность передачи технологической дороги в муниципальную собственность, но договоренности пока нет. Здесь последнее слово за собственником. Александр Иванов, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.